Михаил Михайлович, с победой молодцы. Так, чтобы задать динамику пресс-конференции, спрошу вот о чем. Удивило, что играли в три центральных защитника, и еще более удивило, что Александр Сельянов был левым из них. Вот несколько слов об этом. Я вам так скажу, что тот подбор игроков, который у нас есть, он позволяет нам безболезненно, если нет, необходимо играть в два центральных, в четверку, если ситуация требуется на поле, играть в пятерку. Поэтому нельзя говорить о том, что эта схема только в три центральных защитника. При начале атаки мы действовали немножко по-другому, в прессинге мы действовали по-другому. В низком блоке это была одна оборона, во втором тайме перестроились немножко в другую схему, в которой уже вышли люди, в другую тактику. Поэтому я бы не стал заострять внимание именно по схеме, а по, давайте больше говорить, наверное, об эффективности наших игроков, которые, в принципе, группа игроков атаки сегодня провела очень хороший матч. Это Пеняев, Воробьев, Сорвелик, Князян, Тимур Сулейманов вышел. Поэтому здесь Леха Батраков, опорные полузащитники. Поэтому, что касается наших атакующих взаимодействий, то мы достаточно неплохо свои моменты реализовали. Голы были, в принципе, достаточно красивыми. Я вас понял тогда второй вопрос. Вот как раз вы последним Алексея Батракова упомянули. Все-таки, как вы считаете, где он более эффективен, на ваш взгляд, в опорной зоне или вот ближе к атаке, как он играл сегодня больше участия? Алексей же изначально игрок атакующего плана. То есть он всегда играл на позиции в молодежной команде верхнего игрока, ближе к атаке. Поэтому ему, конечно, здесь комфортно. А если эта ситуация требуется, если это необходимо, он может опускаться ниже, из глубины разгонять атаки. Он владеет прекрасной передачей, отличным видением поля. Поэтому здесь у нас есть такая опция, как вариативность, когда мы можем игрока поднять выше, а при необходимости приспустить. Спасибо. Ваш вопрос. Михаил Михайлович, добрый вечер. С победой присоединись. Поздравлениям, коллеги. Вот, на мой взгляд, субъективный. В прошлом году лицо команды определяли в большей степени, чтобы не обидеть других футболистов, в большей степени Пеняев и Глушенков. Вот по первой игре видно, что определяет лицо для меня сейчас локомотив в большей степени Пеняев. Что и отметил тренер соперника. Сказал, что против такого нападающего очень трудно играть, у которого взрывная скорость. Вот скажите, сейчас вы знаете свою команду, у кого есть еще потенциал, чтобы прибавить, и все-таки у вас потери, и чтобы команда не провалилась во время сезона, а играла, как в прошлом. Команда не провалится. Спасибо за поздравление. Команда не провалится. И почему она должна провалиться? Понятно, что определяет личности, но не имена. Определяет уровень готовности футболиста на сегодняшний день. И выделить надо команду, в рамках которой позволяют себе раскрываться индивидуальные качества Пеняева, Воробьева, других игроков и так далее, Сулейманова, Бодракова и так далее. Поэтому команда определяет. И еще раз говорю о том, что один игрок никогда ничего не сделает. Понятно? Нет. Он сделает, безусловно, если это личность на поле, если он индивидуальный сильный футболист, который может делать разницу. Но если команда не будет работать, как единый механизм, этого ничего не будет. Поэтому я в большей степени говорил о том, что дисциплина на сегодняшний день, организация и сплочение команды, оно должно сейчас в большей степени превалировать. Но еще самой главной задачей было сегодня начать успешней, чем в прошлом году. Я думаю, что мы с ней справились. Спасибо. Спасибо, Сергей Став. Добрый вечер. С победой. Михаил Николаевич, объясните, в чем причина? Команда дважды забивала, дважды быстро пропускала. Концентрация, первый тур немножко расслабляет. Я думаю, что концентрация, но тут ничего другого не может быть, потому что мы, в принципе, все правильно расставлены по структуре своей. Здесь дали выйти, то есть мяч штрафной принять, развернуться, пробить. То есть очень просто все. То же самое второй мяч. Спокойно получаем передачу за спину, Морозов проигрывает позицию, игрок выходит в один в один. Но этого не должно быть. Ладно бы были какие-то взаимодействия, комбинанции, которые нас поставили в тупик, такого не было. Поэтому, конечно, вот концентрацию надо подправить, тогда первоочередной задачей надо играть на ноль. Команда, которая будет меньше пропускать, будет иметь привилегии в дальнейшем. Спасибо, Роман. Роман Романов, про спортинфо. Михаил Михайлович, вот начали сегодня, ну неожиданно, по крайней мере для меня, так скажем, ну пассивно. В среднем блоке встречали, то есть не прессинговали. Даже были моменты, когда вратарь соперника там 5 секунд где-то стоял там на линии штрафной и не было прессинга на него. Правда, второй раз за это чуть его не наказали. Было какое-то недопонимание, там несколько пассов, ну один ждет в ноги, пасс следует, например, на ход. С чем связано такое начало? Может быть, усыплялись, пытались усыпить соперника, что получилось сделать? Не соглашусь с вами. Я думаю, что мы практически весь первый тайм провели в прессинге, в активном давлении, да. Но была задача, когда вратарь на открытом мяче пытается начинать свою атаку, а мы разбирали окронов. Знаем, что они от вратаря начинают выманивать группы игроков атаки. Естественно, просто так бегать в хаотичном режиме и тратить силы, наверное, нецелесообразно. А вот как только мяч доставляется в определенную зону, как только начинает соперник в определенной зоне своего начала атаки, у игроков было задание прессинговать в том месте, где нам было необходимо. Я думаю, что очень много мячей мы сняли именно в зоне крайнего защитника, в зоне центральных защитников. И, в принципе, да, в несколько моментов в среднем блоке окрон был на мяче, но это не доставляло вам никаких проблем абсолютно. Спасибо. Во втором тайме вы заменили Пеняева, ну, одного из самых активных по первому тайму. Ему он пока не готов физически в то, чтобы весь матч... Но он попросил замену. Ему стало тяжеловато. В принципе, надо отметить, что немножко душновато было, да. И он достаточно энергозатратно играл. Хорошие у него были рывки, ускорения. Он очень хорошо в этой игре обыграл один в один. И в первом тайме очень было моментов много, да, с его участием. Поэтому немножко подустал. Выпустили более свежего игрока. И Дима Воробьев тоже самое. Уже замена его планировалась. Он тоже немножко поднаелся. Но, видите, как удачно все сложилось, что я паузу вовремя сделал, да, для того, чтобы не поменять его. И Дима как раз третий мяч победный и реализовал. Поэтому что-то во мне, наверное, есть все-таки. Да, замены сегодня сработали, в том числе и с Орвели. Вот вопрос последний. Почему после выхода с Орвели, Ракова, Салтыкова, ну вот всех троих уже окончательно решили перейти на 4-4-2? То есть, ну, выстраивалось 4-4-2 все-таки. Ну, потому что нам, во-первых, нужны были свежие футболисты, которые будут покрывать этот объем. Раз, функционал остальных игроков не позволял этого делать, чтобы более низко опускаться. Но мы не видели проблем. Самошников спокойно справлялся на своем фланге соперником, Саша Сельянов на своем. Быстрый и свежий Раков и Салтыков с перехватом в ответных атаках. Мы достаточно низко стали играть для того, чтобы, наоборот, затаскивать соперника и вынуждать их играть более длинными передачами. Они любят играть в контроль. Да, мы смотрели их все матчи, поэтому лишили их сильного преимущества. Они стали удлинять, мы подборы забирали и достаточно неплохо ответные атаки проводили. Понятно, что идеального на сегодняшний первом матче ничего нет, но отдельные цельные эпизоды были достаточно хорошими. Спасибо, Каль. А еще один вопрос. Давайте. Конечно. Михаил Михайлович, финальный вопрос. Кажется, со стороны, что как будто бы обойма локомотива не очень большая для того, чтобы играть в длинную до конца декабря, учитывая Кубок, 6 матчей и на следующий сезон, вот на ваш взгляд сейчас текущей обоймы команды хватит, чтобы пройти этот отрезок до зимы без каких-то серьезных провалов? Ребята все достойные. Все, кто на сегодняшний день есть, они конкурентоспособны, они готовы приносить пользу команде. Безусловно, мы ждем одного-двоих игроков, которые нам дадут и придадут качество именно, да, потому что у нас команда боевитая, мы будем организованы, дисциплинированы в этом плане. Но еще раз повторюсь, что качество и мастерство, с чего мы начали наша пресс-конференция, определят личности, конечно, мы их ждем. Но еще раз говорю о том, что те ребята, которые на сегодняшний день есть, они способны от матча к матчу прогрессировать, становиться еще более цельными и добиваться победного результата. Спасибо вам большое. Можно вам напишите, что ждет одного-двух клубболистов? Вы дождетесь этих одного-двух клубболистов и когда примерно это произойдет? Я думаю, что ответ мой будет достаточно простым. У нас трансферное окно до сентября, до сентября мы их ждем.